Когда я разговариваю со своими друзьями и знакомыми о Швейцарии, то понимаю, что у многих из них приблизительно похожее представление об этой стране. Горы, озера, очень дорогие курорты. Так и есть. Но в этом представлении отсутствует самое главное. История. А история у этой страны потрясающая. Нет, ребята, я не буду возгрузить пачкой исторических данных о Швейцарии. Это видео не об этом. Сегодня мы отправимся смотреть швейцарские замки. История живет сама у вас на глазах. Первое место, когда мы с вами отправимся, Эйгель. Город в Швейцарии и административный центр округа Эйгель в кантоне Во. Здесь в самом центре виноградников находится замок 12 века. Когда вы идете по этим улочкам, чувство такое, что вы попали в сказку. Алекс мне показывает путь. Видите, какие здесь улочки. Вот буквально метра два шириной и висят таблички, значки такие маленькие, куда нам идти к замку. Сам замок хранит в себе столетия истории. Он был бывшей резиденцией рыцарей, дворян, губернаторов. А сейчас он открывает свои двери и приглашает всех туристов. Сам замок и городок претерпел множество преобразований на протяжении веков. Он был частично разрушен и перестраивался несколько раз. Полностью восстановлен он был в 1970-х годах. Посмотрите, как круто у вас замок. И у вас сразу же здесь ресторан, прямо напротив замка. И если пройти вот так насквозь ресторан, там стоят столики с видом на виноградники. Мне сразу же ассоциируется это с фильмом, помните, с Жаном Рено «Пришельцы в Америке». Здесь находятся четыре комнаты для приемов, банкетов и семинаров, а также музей лозы и вина. Эйгель расположен на древних пешеходных маршрутах, появившихся здесь во времена Римской империи. Здесь проходила одна из главных трансальпийских дорог того времени. Около восьми сотен лет назад вместо замка здесь были оборонительные башни. Самая старая из них была собственностью лордов Эйгля и рыцарей Алио. Как и предполагает то время, башни здесь нужны были для обороны. Башни тогда были окружены хозяйственными постройками, ограждениями и рвами. Все это было сделано для защиты. На рубеже XIII и XIV веков здесь провелись реконструкции и оборонительная башня стала резидентской. В 1475 году бернцы захватили замок. Это был очень важный момент в истории Швейцарии. Именно тогда Эйгель стал первым франкоязычным регионом, включенным в состав Швейцарской конфедерации. До 1510 года замок был полностью перестроен. Наиболее важные работы коснулись ограждений и круглых башен, которые были укреплены и приспособлены к новым артиллерийским требованиям. Наиболее значительным творением для замка являлась большая квадратная башня. Она предназначалась скорее всего для жилья и помпезности, чем для обороны. В центральном здании находились апартаменты для губернатора и его семьи. Губернаторы тогда назначались бернам и отправлялись сюда сроком на 6 лет. На втором этаже находится зал для аудиенции, потолок которого украшен мавританскими мотивами. Это работа художника Андреаса Стоса. Он также работал в замке Шильон, куда мы с вами отправимся позже. Позже замок реконструировался много раз. Текущий же его внешний вид приблизительно такой, каким его видели жители 18 века. Следующим важным событием в истории замка была революция 1798 года. Отсюда были изгнаны все бернцы и кантон провозгласил свою независимость. Замок был приобретен коммуной и с 1804 по 1972 года это было место суда, а также тюрьма. Здесь все вот это винодельни, здесь очень большое количество виноградников, здесь тут же таверны сразу же, вот допустим таверна Душато. И посмотрите какая красота, сразу же он показывает эту деревню, да, аутентичную. Здания такие стоят. И вот горы. И вот особенность Швейцарии здесь в Альпах, тут прям у подножья гор вы можете видеть виноградники. А вот это, ребята, особенный поезд, на котором вы едете в горы. И я вот, к примеру, ехал в Берни, здесь поблизости у вас Монтрё, здесь поблизости у вас Женева, Лозанна. Я ехал, у меня путь был немножко подольше. И сначала я, значит, ехал на обычном поезде, стандартном скоростном, который разгоняется здесь до 200 километров в час. Я эту информацию посмотрел в гугле, можете перепроверить меня. И дальше вы садитесь на вот такой поезд, который едет по специальным рельсам, они такие с зацепами, скажем так, и вы поднимаетесь в горку. Очень круто, и представляете, да, вы едете на поезде, на этом, и у вас видно вот это все, и включая замки, включая вот эти поля Маркиза Карабаса, вот эти шато, все вот эти виноградники, красота просто неописуемая. Замок Эйгл не единственный замок, который мы сегодня смотрим. Всего в 15 километрах отсюда находится еще один не менее интересный, красивый и значимый замок Швейцарии. Место нашего назначения Шильонский замок. И у нас второй замок прямо на берегу Женевского озера, и я вам хочу сказать какой момент, у замка наверху флаг. Это не просто флаг, в Швейцарии всего, Швейцария разделяется на кантоны, по сути это как регионы, и у каждого региона есть свой флаг, и мы именно флаг этого кантона. На французском Шато де Шийон, на английском Шилон Кассел. Он не похож на другие средневековые замки. Прежде всего, потому что построен он на острове Женевского озера и окружен высокими горами, известными своей красотой. Вдали можно увидеть семь вершин горной гряды под названием Дан де Меди, зубы юга. Этот ландшафт вдохновлял посещавших его художников почти 300 лет. Для того, чтобы окунуть вас в атмосферу замка, я хочу прочитать вам фрагмент поэмы Джорджа Байрона «Шильонский узник». На лоне вот стоит Шильон, там в подземелье семь колонн, покрыты влажным мохом лет. На них печальный брежит свет, луч ненароком свышены упавшей в трещину стены и заранившейся во мглу. И на сыром тюрьмы полу он светит тускло, одинок, как над болотом огонек, во мраке веющий ночном. Рядом с мертвым я, живой, терзался на полу тюрьмы. Внешние декорации Шильонского замка отражают идентичность его различных жителей. В 1536 году бернцы нарисовали свой герб над подъемным мостом всего через три дня после того, как взяли это здание. Позже, когда кантон объявил о независимости, этот герб был закрыт новым зелено-белым щитом. Он обозначал власть жителей кантона Во. Но еще позже, уже в 1897 году, его заменили новым щитом династии, построившей изначальную структуру замка. Это была династия Савоя. Тем не менее, бернский герб все еще можно увидеть под часами, украшающими квадратную башню. В средние века вокруг замков обычно рыли канавы, известные как рвы, которые заполняли водой, чтобы предотвратить нападение врага. Но в случае с Шильоном необходимости в этом не было. Крепость была построена на каменистом острове, окруженном озером. Природный ров. Когда будете пересекать подъемный мост, чтобы войти в замок, посмотрите на основание средней башни. Вы заметите потайную дверь, которой жители пользовались, чтобы уплыть на лодке в случае опасности. Это называется постерн, задняя дверь. Знали ли вы, что в средние века замки окрашивались целиком в белый? Таким образом, солнце отражалось от стен, и их было видно издалека. Цвет уже исчез с шильонских стен. Но можно увидеть разную другую окраску на фасадах, например, на часах. Вы заметили, что мост – это единственный путь в замок. Если только вы не поплывете на лодке в обход оборонительных башен, конечно. 800 лет назад этот мост был сильно иным, потому что его можно было поднять к стенам замка с помощью тяжелых металлических цепей. Это был подъемный мост. В случае нападения солдаты, охраняющие замок, могли поднять его и остановить вхождение войск. Подъемные мосты имеют оборонительное предназначение. Их можно поднять в случае атаки благодаря системе шкивов. Часто они использовались совместно со специальными решетками, опускавшимися на лебедках, чтобы заблокировать входы. Подъемный мост шильонского замка управлялся с оборонительной башней, называемой Кастеллом. Эта крупная квадратная башня была построена в середине XIII века и надстроена около 1280 года. Подъемный мост был заменен в середине XVIII века на неподвижную конструкцию. Затем на нем была обустроена небольшая ложа, бывшая будкой охранника, а теперь ставшая билетной кассой. У настоящей крепости множество оборонительных систем, включая такие, как навесные бойницы. Эти небольшие отверстия формировали своеобразную корону на вершине башни. Их использовали, чтобы сбрасывать снаряды на вражеских солдат, пытающихся вскарабкаться по лестнице, на стены и попасть в замок. В кино вы могли видеть, как специальные тараны и использовать, чтобы разрушить дверь в замке. Так вот, азадные приспособления данного типа здесь не подойдут. Чтобы преодолеть это препятствие, ров с водой, нападающим нужно было осушить ров и засыпать его, прежде чем добраться до стен. Это требовало существенных затрат времени, которые могли обескуражить противников. Еще одна фишка замка в то время — это полукруглые выпирающие башни. Графы Савои полагались на такие полуцилиндрические фланговые башни для защиты замка, начиная аж с 1230 года. Что же они давали замку? Они позволяли выпускать стрелы параллельно стенам. В жильоне эти три фланговые башни служили двойному назначению — защите и наблюдению. Замок не пытались брать в средние века, потому что он был слишком хорошо обороняем. Представьте вражескую армию из солдат, лошадей, осадных орудий и колесниц. Им было бы сложно атаковать, учитывая, насколько хорошо защищен замок на своем маленьком острове, с доступом только по одному мосту. Только с изобретением огнестрельных орудий, пушек, замок удалось завоевать около 500 лет назад. До 1536 года замок был неприступным. Именно в этот год его атаковали бернцы. Можете представить, какой стоял грохот внутри замка, когда по нему снаружи стреляли из пушек. Солдаты, которые находились внутри посреди ночи в лодке, уплыли в сторону Франции, оставив шильон. Завоевание шильонского замка было поворотным моментом для когда-то непроницаемой крепости. В бой пошли 1500 человек, в основном аркебузиры и 16 пушек. Савойская династия на тот момент имела огромные долги. Это заставило бернцев пойти в атаку. В течение трех месяцев все крепости дома Савоя на Женевском озере пали. Шильон был последним савойским бастионом. Так завершилась история дома Савой на земле Во. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова